здравствуйте друзья в этом уроке пойдет речь о переименовывании массовом в блендере а именно как переименовать кости по аналогии можно переименовать и объекты просто кости сложнее поэтому показываю на этом примере также это может быть важно если вы переносите 3d объект в программу которая не поддерживает одинаковое наименование костей например это spark r кстати вот такая вот у нас анимация простая сделана с помощью костей но здесь кости и здесь они одинаковые по наименованию мы сейчас это исправим массово чтобы не переименовывать все вручную потому что у вас таких объектов может быть 1000 в сцене и вручную такое точно не переименовать и так на примере спарка я открыл шаблон с world object и как видите когда я перенесу объект который у меня экспортирован без переименования выпадет следующая ошибка которая говорит нам о том что кости совпадают нужно их переименовать итак давайте приступим перейдем в блендер и сразу немного теории вот эти штуки я создавал арматуру создал потянул 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 и это я продублировал то есть название уже одинаковые но блендер устроен так что вы если вы смотрите арматуру мы снова создадим и у меня будет такое же название костей видите бон бон 0 0 1 0 0 2 и в моих предыдущих все точно так же и именно это не позволяет сделать нам импорт в некоторые программы сегодня рассматриваем спаркар в данном случае и собственно как это исправить допустим у этой синей трубы нажимаю на кости если у вас объект более там сложный например и кость спрятана вы не видите то есть несколько способов на самый простой будет это на самом деле просто щелкнуть 1 щелкнуть 2 кости выбралась если вы хотите видеть кость то включите рентген он у меня был включен и режим сетки тогда вы точно увидите кость вон она прослеживается но если и этого недостаточно то вам необходимо выбирать кость например ну вы ее увидели но вы хотите чтобы она сюда отображалась поверх вы нажимаете 1 2 вот она у меня выделилась и далее я перехожу в object и здесь viewport display ставлю in front таким образом если я отменю рентген и сетку я всегда буду видеть свою кость вот она и так думаю с этим понятно собственно как переименовать нажимаем на кость вот она вся выделяется вся арматура можно и на самом деле выбрать вот здесь например красную давайте попробуем так и потом выделением теперь чтобы блендер понимал что мы выбрали кости нам необходимо перейти в edit mode мы можем нажать tab либо здесь нажать edit mode сейчас наш кости не видны давайте нажмем сетка и нажмем рентген вот она кость я нажимаю на эй выбрались кости именно этой арматуры все дальше я нажимаю control f2 такая вот функция активируется batch rename и здесь обратите внимание нужно выбрать вместо объекта bonds то есть кости и здесь будет select именно то что мы выбрали вместо all по крайней мере в данном случае и нажимаем type set name то есть наименовать объект до установить имя и метод давайте выберем суффикс то есть в конце каждого наименования кости мы добавим суффикс например эй у этой арматуры а у этой 2 добавим b то есть автоматически применится к костям этой арматуры то есть первый суффикс мы добавляем эй английскую нажимаем ok и как мы видим все автоматически переименовалась кстати если кому интересно как раскрывать полностью список нажимаем shift и левый щелчок мыши таким образом он весь раскрывается также мы его закрыли через shift и давайте перейдем в object мод с этой арматурой у нас все понятно со второй мы ее выделяем теперь делаем не списка объектов out вручную допустим и в сцене сами выделяем и так выделяем кости синие трубы просто с шелчком вся арматура выделилась дальше нажимаем tab у нас сейчас также все выделено если нет сбрасываем нажимаем и нажимаем control f2 и здесь уже настройки наши запомнились нам необходимо только изменить суффикс на бить нажимаем ok как видите авто переименование также сработало и в принципе все теперь можем экспортировать нажимаем файл экспорт и давайте в глтф то есть глб на десктоп и lesson плюс плюс дальше раскроем анимации и я всегда убираю вот такую штуковину как group by nla track так все анимации точно будут работать ничего не собьется по крайней мере в спарке куда мы сейчас будем вставлять наш 3d объект и нажимая просто экспорт в принципе готово давайте тестить я переношу lesson плюс плюс новенький сюда как видите уже ошибку не пишешь иначе все работает далее я нажимаю на крутящийся объект нажимая f таким образом я приблизился к нему и здесь просто lesson подниму а то что написано удалить я удаляю дальше я бы хотел остановить эту крутящуюся автоматическую анимацию давайте сделаем во весь экран и применить анимацию кстати мы видим здесь кого-то костей не хватает поэтому необходимо сейчас это проверить я нажимаю на lesson плюс плюс и здесь выбираю создать новую анимацию контроллер и как мы видим все работает это просто такое отображение я надеюсь этот урок был полезен для вас если у вас остались какие-то вопросы пишите в комментариях подписывайтесь на канал присоединяйтесь в наш чат по блендеру ссылки в описании и также в чат по и ар фильтром с вами был артем майко всего доброго всем пока